ПРОВИДЕНИЕ Его стихиями, движениями и созидательными процессами управляет некий рок, некое божество или даже боги. Но в нашу эпоху просвещенного материализма это понятие рока, так сказать, утрачено. Сама идея того, что где-то есть более высокоразвитые по сравнению с людьми существа, многим представляется невероятно наивной. Из разряда тех, к которым люди действительно разумные, не могут относиться серьезно. Но если вера в рок или проведение иссякла, тогда вполне естественно возникает вопрос, до каких же пор все эти церковно-религиозные заповеди, со всей их тысячелетней традицией, будут вести и направлять человечество. Ведь церковь в стародавние времена имела громадную власть, да и сейчас еще в какой-то мере сохраняет ее в отдельных регионах Земли. Но поскольку все больше и большее число людей отходят от религии и ищут разгадку тайной жизни другими путями, то власть церкви, безусловно, будет становиться все меньше и меньше. Даже если эти люди, идущие другими путями, снова придут к религиозности, правда, в новой ее форме, свободной от долг. Пока же большая часть человечества в процессе своего поиска с явным удовольствием вкушает лишь плоды из древа познания и накапливает обширнейшие знания материальной области существования. Однако никакого провидения оно там не обнаружило, хотя при этом умудрилось проникнуть и в мир микроорганизмов, и в необъятные просторы звездных туманностей. Люди постепенно обнаруживают и открывают все новые и новые формы движения в бесконечно малом и бесконечно большом. Но взамен они утратили некий стержень или точку опоры в собственном своем существовании. Но если люди непреживно развиваются и становятся все умнее и способнее, не означает ли это, что в них уже не остается места для чувства того, что где-то есть Бог или провидение? Воистину так оно и есть. Дело, однако, в том, что люди лишь на определенной стадии своего развития могут обходиться без провидения. Но зато благодаря этому они смогут затем подняться на ту ступень развития, где они уже не смогут не видеть руки провидения во всем, что только не есть в жизни. В этой связи самым существенным здесь является то, что без этого понимания в роли провидения будет просто невозможно выработать в себе критерии того, что морально, а что аморально. А не понимая этого, будет невозможно достичь состояния человека по образу Божьему. Того состояния, которому даже сейчас, пусть и не сознавая этого, так тянется человек. Без этого будет невозможно прекратить войны и распри не только между нациями и народами, но и между отдельными людьми. Без этого будет невозможно одолеть болезни, лишения и все то, что входит в понятие «несчастная доля». Разумеется, здесь и речи не может быть о том, чтобы мы вновь вернулись на путь слепой веры в провидение. Нет, не веру должны мы обрести, но понимание и осознание той реальности, что скрывается за понятием провидения, смысл которого со временем откроется каждому отдельному человеку. Осознание той живой и насущной для всех живущих реальности, без которой вообще не было бы никакой жизни, ни в мире минералов, ни в мире растений, ни среди животных, ни среди людей, ни в микро, ни в макро, ни в межкосмосе. Растения, животные и первобытные люди живут в добром согласии с законами жизни, распространяющимися соответственно на те зоны жизни и эволюции, которым все они принадлежат. Это фактически означает, что каждый из них на свой манер живет в контакте с провидением. Эти же так называемые разумные люди, то есть все эти цивилизованные, культурные, просвещенные материалисты со всей их хваленой рассудочной наукой и знанием, напротив, находятся в столь вопиюще плохих отношениях с вечным провидением, какие только можно себе представить. Каким же образом проявляются и ощущаются эти плохие отношения? Тем образом, что люди, как это уже ясно всем и каждому, живут в тесном сообществе с другими живыми существами и организмами. И сообщество это, увы, является собой на вид очень жалкое, прямо-таки болезненно жалкое зрелище. Поведение людей в нем нельзя назвать иначе, как безрассудным. Поскольку они не уважают и не хотят верить в какую-либо образцовую модель человеческого поведения, а также не верят в отжившие религиозные идеалы или наставления, ибо те выступают лишь как догмы или предписания, но не как научно обоснованные факты, то каждый отдельный человек считает себя вправе создавать свою собственную гипотезу или теорию поведения по отношению к своему ближнему. Поскольку же эти теории настолько различны, насколько различны между собой сами люди, причем каждый отстаивает свою теорию как единственно верную и правильную, тогда как теории других ошибочны, то от этого в мире появляется еще больше дисгармонии, разногласий, нетерпимости и вражды, хотя в нем и без того предостаточно причин для подобных ссор и раздор. А разумеется, всегда находятся люди, чьи идеи перекликаются с идеями других людей, и такие люди образуют свои особые группы или партии, которые борются с наивными, отщепенцами или невеждами, как внутри самих этих групп, так и за их пределами, или же пытаются обратить последних в свою веру и привлечь к своей партии, которые, по их мнению, единственные, кто может восстановить мир во всем мире и добиться лучшего взаимопонимания между людьми. Но в результате только войны и войны встречаешь повсюду в повседневной жизни, которая постепенно превратилась в некое поле брани, зону смерти и царства инвалидов. Ибо чтобы добиться этого столь желанного прочного мира, мира, предвозвещенного пророчеством из рождественского Евангелия, им необходимо научиться понимать, что единственный путь к этому миру лежит только через гармонию и сотрудничество с этим проведением. Людей со школьной скамьи учат тому, что они должны любить Бога превыше всего на свете, а ближнего своего, как самих себя. Но чаще всего они не учат ни того, ни другого. Не нужно их упрекать за это, ибо сами они в первую очередь страдают от того, что не выучили этого. Но страдания дают опыт, а опыт – лучший учитель, чьи знания нельзя почерпнуть из книг. Именно знания, приобретенные через опыт, толкнули на путь поиска многих людей нашего времени. Людей, которые ищут некую стабильную основу в своем существовании. Они не верят в стычка Бога где-то на небесах, но и однобокое материалистическое мировоззрение им тоже не по вкусу. Эти люди поиска – очень часто милые, добрые и сердечные создания, которые скорее предпочтут взять на себя все заботы, чем стать причиной забот для других, и которые скорее предпочтут страдать сами, чем дать повод для страдания других людей. Их поведение, хотя сами они этого до конца не осознают, есть сущее благословение для окружающих, и тем самым для проведения, о чем они тоже не подозревают. Дело в том, что невозможно любить своего ближнего, не любя при этом Бога. И точно так же невозможно любить Бога, не любя при этом своего ближнего. Любя Бога и своего ближнего, человек тем самым приходит к тому, чтобы любить себя самого. Но эта любовь не имеет ничего общего с эгоизмом. Очень важно, чтобы люди научились понимать это, ибо благодаря такому пониманию, они постепенно станут вести себя так, что их поведение будет счастьем и благословением для проведения, для их ближних, да и для них самих. И наоборот, там, где поведением человека руководит ненависть, нетерпимость, ревность, горечь и другие из человеческой точки зрения негативные мысли-помыслы по отношению к другим, то такое его поведение не будет благословенным ни для проведения, ни для его ближних, ни для него самого, хотя, возможно, сам он так не считает. Когда человек мыслит, чувствует и ведет себя подобным образом, то он саботирует саму жизнь, и средствием этого саботажа, в силу действия закона «что посеешь, что ли пожнешь», или закона «причина и следствие», яйца то, что его судьба будет в той или иной мере неудачной или несчастной. Все дело в том, что невозможно саботировать жизнь в целом, не саботируя при этом на деле свою собственную жизнь. Мысль о некоем роке или проведении не есть находка или изобретение человечества. Эта мысль присутствовала в человеке в форме инстинкта задолго до того, как он развил в себе умственные способности, то есть способность размышлять и анализировать. Зверь кричит или ревет, когда его жизнь подвергается опасности, и этот рев есть, по сути дела, крика помощи, некий зов, обращенный к неведомому проведению. Само животное не знает, кому обращен его зов. Это чисто автоматическая органическая функция, проявляющаяся на уровне бессознательного инстинкта. Поскольку животное не может мыслить, то с этой функцией у него не связано никаких мыслей, ибо для этого ему надо пройти длинную лестницу эволюционного развития. С космической точки зрения первобытные люди – тоже животные, но стоящие на более высокой ступени развития. В них тоже в виде органической функции заложен этот религиозный инстинкт. Но поскольку они развели в себе умственные способности, которых нет у животных, то вполне естественно, что эти способности они связывают с указанной врожденной автоматической функцией. И все это у них выражается в виде слепой веры в проведение или в некие верховные силы, управляющие людьми и природой, с которыми лучше всего оставаться в хороших отношениях. Какой-либо более высокой формы мышления у первобытных людей нет. Их религиозность основывается главным образом на инстинкте и чувствах. А поскольку они до сих пор живут в чащерезах или в джунглях, то их верования оказываются неразрывно связанными с кровавыми жертвоприношениями или другими формами жестокости, дикости и животного мышления. Но они слепо верят в высшие силы, и рьяно стараются снискать их милость или же стать любимцами и фаворитами этих сил, желая в то же время, чтобы их враги попали в немилость к этим богам и были ими прокляты. Эти пожелания в виде молитв и клятв, с которыми они обращаются к богам, есть, по сути дела, тот же животный крик ужаса, лишь более ясно сформулированный и связанный с другими энергиями сознания, чем то имеет место у животного или у зверя. Таким образом, и у животных, и у первобытных людей есть некая, никак не связанная с мыслью или мышлением, органическая функция, которая заставляет животных реветь от страха в опасной ситуации, а первобытных людей обращаться на свой примитивный лад к высшим силам или богам, ища у них помощи и поддержки в борьбе за существование. Этот призыв к проведению наличиствует у всех живых существ, несмотря на то, что они смешивают свои энергии сознания самым различным образом и либо отдают, либо совершенно не отдают себе отчет в своем призыве или обращении. Даже самый закоренелый атеист или безбожник, когда его жизнь окажется в опасности, и тот не удержится от такого зова или обращения, либо помянет Бога, либо закричит и начнет звать на помощь, либо сделает и то, и другое одновременно, пусть даже на милю вокруг него не будет ни единого живого человека, который мог бы услышать этот крик и поспешить к нему на помощь. Животные люди имеют глаза и уши, поскольку им необходимо видеть и слышать. Созидательные процессы в природе настолько логичны и выверены, что даже человек, тоже умеющий созидать и творить, не сможет найти себе лучшего учителя, чем природа. Но почему и животные люди, помимо множества других органов и органических процессов, имеют также и эту органическую функцию, проявляющуюся в виде крика или молитвы? Потому что действительно существует что-то или кто-то, кому можно обратить свой зов или молитву. Животное делает это чисто спонтанно и инстинктивно, оно не обладает способностью связывать свой зов с другими энергиями сознания. Первобытный же человек уже имеет способность к фантазии и воображению, каково он естественно соединяет с религиозным инстинктом, и взятые вместе они рождают веру в богов и демонов. Сознательно слабо выраженный в животных принцип крика помощи в случае крайней необходимости мало-помало превращается в людей в осознанную молитву, обращенную к проведению. По мере того, как люди развивали свой ум, пусть даже этот ум был достаточно примитивного свойства в сравнении с доминирующей над разумом комбинацией энергии инстинкта и чувств, это развитие привело в результате к целому ряду умозаключений теологического порядка, породивших в свою очередь целую систему догм норовоучений, которые в рамках различных высокоразвитых религий предписывают людям, во что они должны верить и как, если хотят спастись, а если они этого делать не станут, то они будут осуждены на вечные муки и погибель. Молитвы, с которыми обращались к проведению в стародавние времена, имели целью добиться милости Божией и тем самым избежать этих вечных мук и погибели, обретя взамен спасения и вечную жизнь. Ибо подобно тому, как зверь инстинктивно боится смерти, точно так же боится ее и человек. Примитивный человек, однако, не связывает свой страх перед смертью только с инстинктом, но добавляет сюда так же чувства и зачатки мышления. Поэтому он старается всевозможными способами заручиться покровительством, милостью и поддержкой высших сил. Ну а что же человек нашего времени, который не верит ни в Бога, ни вечную жизнь? Человек нашего времени только-только начал мыслить по-новому. И когда с течением времени он обретет способность связывать это новое мышление со своей врожденной автоматической функцией, которая в нем присутствует, независимо от того, хочет он этого или нет, тогда новая и гораздо более интенсивная жажда познаний Бога и Вечности придет в его душе на смену тому атеистическому и материалистическому вакууму, который на сегодняшний день всецело ей владеет. И тогда обращаться в молитве к тому, кто есть Вечный Бог, будет для человека с тот же естественным делом, каким ныне является для него способность ходить, делать, видеть, слышать, или, если взять в общем, что-то постигать и к чему-то стремиться. Тот человек, который открыто и непредубежденно рассматривает процессы, происходящие в природе, благодаря такому наблюдению за природой, получит подтверждение того, что это нечто, к которому чисто автоматически или инстинктивно обращаются в экстренных ситуациях он сам и другие живые существа реально существует. Каждое живое существо имеет организм, предназначенный для отправления жизненных функций. И такой организм – это не просто послушный инструмент для проявления боли его владельца и познанием жизни. Но он также служит и жильем для мириадов живых микроорганизмов, клеток, молекул, атомов и тому подобное. Существам, которые обитают в нашем организме, он тоже должен казаться бескрайней Вселенной. А поскольку каждый орган и каждая железа, равно как и каждый участок нашего организма, его скелет, мускулатура и так далее, образуют свое особое жизненное пространство со своими микрочастицами, со своими строго определенными расстояниями между ними и своей особой организацией жизни, то этот организм, следовательно, представляет собой сложнейшую структуру, состоящую или скомпонованную из различнейших систем. По сути дела он устроен по тому же самому принципу, по которому устроен для нас макрокосмос или Вселенная. Ведь макрокосмос тоже состоит из огромного множества различных систем или жизненных пространств. И хотя человек не в состоянии охватить его своими физическими чувствами, все же он в состоянии путем логического мышления понять, что то, что мы называем Вселенной, это некий колоссальный организм, в котором мириады живых существ живут и движутся и существуют. Воистину человек создан по подобию Вселенной, ибо и сам он Вселенная, поскольку его организм – это жизненное пространство, где микрочастицы, которые есть живые существа, рождаются на свет, живут и умирают, а ему на смену приходят другие существа. Именно эти микропроцессы и явления, происходящие в нашем организме, и вызывают его изменения, то есть те преобразования, которые мы определяем понятием развития, как и те, которые мы характеризуем понятием вырождения. Центральным ядром нашего организма, ядром, не имеющим какого-то четко определенного местонахождения, является у всех у нас некое «я-проявление». И мы выражаем это наше «я-проявление» или центровое приятие, говоря, например, «я вижу, но не мои глаза видят». Точно так же мы не говорим «моё уши слышат, но я слышу» и так далее. Именно это самое «я», это самое нечто, и использует наши глаза, уши, да и весь организм в качестве инструмента для самовосприятия и самопроявления. Этот инструмент, как уже говорилось выше, это некая огромная Вселенная, состоящая из миллиардов живых существ. По сути дела, в действительности мы пользуемся лишь этими живыми существами, и ничем иным. Лишь через посредство этих живых организмов мы оказываемся в состоянии воспринимать этот физический мир и творить в нем. Мы не можем чувствовать наслаждение или отвращение, желание или боль без того, чтобы эти явления или процессы не зародились и не проявились в начале в мире наших микроорганизмов. Если человек испытывает физическую боль или удовольствие, то все это становится возможным благодаря нашим микроорганизмам животного происхождения. Когда мы стрижем волосы или обрезаем ногти, мы при этом не ощущаем никакой боли, поскольку микроорганизмы, населяющие эти жизненные пространства волос и ногтей, принадлежат к минеральному миру и не обладают сознанием в физическом плане. Но случись нам, например, при обрезании ногтей и на пальце прихватить сам палец, мы тут же почувствуем на себя, что вторглись уже явно не в минеральную материю. Ибо в этом случае происходит некое повреждение, некая катастрофа в той части Вселенной нашего организма, которая населена микросуществами животного плана. А это означает, что они, обладая свойством проявленного сознания в физическом плане, могут испытывать боль. Другими словами, в их жизненном пространстве проявляется некая дисгармония, возникает нарушение их естественных функций и жизненного ритма. Этот процесс не проходит тихо и бесследно, особенно когда у нас, людей, то есть существ животного мира, наделенных развитым физическим сознанием, случаются большие или малые катастрофы, и возникают те или иные нарушения в естественном ходе нашего жизневосприятия. Человек, прихвативший палец, чувствует по реакции нервной системы, что делает себе больно, и тут же прерывает это действие, негативное как для его организма, так и для его чувственного восприятия. С космической точки зрения весь этот процесс есть не что иное, как та самая молитва или крик живых микроорганизмов нашего тела, которые были нами услышаны, благодаря чему катастрофа была предотвращена или остановлена. Когда все микроиндивиды в нашем организме действуют в полном согласии друг с другом, так что каждый отдельный орган нашего организма полностью осуществляет свою функцию, то наше «я» в этом случае пребывает в добром здравии и благополучии. Но как только проявляются в той или иной форме признаки дисгармонии или же происходит процесс нарушения функций того или иного участка организма, то наше «я» точно же реагирует на это, опять же через посредство нервной системы, создавая неприятное или же непосредственно болевое ощущение. Тогда совершенно естественно мы делаем все, что в наших силах, чтобы остановить эту боль или покончить с болезненным ощущением. Это, увы, не всегда столь легко, как в вышеприведенном примере со стрижкой ногтей, где человек, дабы избежать неприятностей или нежелательных ощущений, старается стричь ногти так, чтобы не задеть мякость на пальце. В организме, к сожалению, могут случаться и гораздо более серьезные повреждения, с которыми мы сами в моментах возникновения часто не в силах справиться. И поэтому мы заболеваем и вынуждены вызывать врача и пытаемся тем или иным способом унять боль, вылечить и исцелить те места в организме, откуда поступил сигнал о повреждениях или дисгармонии. Мы сами выступаем в роли воспринимающего, контролирующего и руководящего фактора в отношении к нашему организму. А потому нас вполне можно охарактеризовать как своего рода проведение в отношении всех тех живых существ, которые обитают во Вселенной нашего организма. Таким образом, мы предстаем не просто в образе человека по вселенскому подобию в общей картине мира и Вселенной, но также и в образе человека по подобию проведенческому или Божьему в той же картине Вселенной. Между нашим «я» и «я» наших микроорганизмов существует некая постоянная взаимосвязь, некий непрерывный обмен информацией о ситуации в тех или иных участках тел. Каждая отдельно взятая микрочастица в нашем организме находится в некоем жизненном пространстве, подвижащем нашему контролю. Мы не можем снять себя ответственность за этот контроль без того, чтобы впоследствии такого шага тут же не сказались на состоянии нашего организма как инструмента проявления нашего «я». Если нашу повседневную жизнь и поведение мы строим таким образом, что микросущества в нашем организме заболевают, то они перестают выполнять в нем свои функции и предназначения. И тогда мы сами начинаем замечать признаки разрушения в организме, проявляющиеся в форме болезни, боли или страдания, что при более затяжном сроке может привести к гибели или смерти самого организма. Та судьба, которую мы приуготовляем нашим микросуществам, этой судьбе мы сами подвластны. И поэтому очевидно, что все индивиды, которые приходят к пониманию того, что им вовсе не безразлично, как человек относится к своему телу, все такие индивиды станут со временем добрым и заботливым проведением по отношению к тем существам, которые живут, движутся и существуют в их организме. Это просто означает, что человек начинает правильно питаться, хорошо и своевременно отдыхать, получает необходимый эмоцион и тому подобное. Короче, делает все, что идет на пользу собственно физическому телу. Но в не меньшей степени это означает также и то, что человек решает бороться с теми мыслями и чувствами, которые могут оказывать прямое деструктивное воздействие не только на нервную систему, но через нервную систему также и на самые разнообразные участки области или жизненное пространство данного организма. От негативных мыслей человек может заболеть физически. По своей природе мысли – это электрические силы, которые могут непосредственно вызывать короткие замыкания, а тем самым природную катастрофу в микромире человеческого тела. Если люди сердиты, раздражены, разгневаны или исполнены ненависти, подобное состояние не только затрагивает определенные органы и не только распространяются на других людей и животных в нашем собственном межкосмосе. В первую очередь они вызывают грозы, буря и ужасные ураганы в самом организме человека. Эти стихии несут с собой смерть и разрушение, горе и страдания тысячам живых существ, которые, какими бы микроскопическими они ни были в сравнении с самим человеком, все же с точки зрения присущего им душевного свойства могут страдать не меньше, чем мы сами, с нашей человеческой точки зрения. Но если микроиндивиды нашего организма настолько зависимы от того проведения, в роли которого выступает сам человек, то как быть с нами самими? Мы люди тоже живем в некоем большем организме. Для большинства уже не подлежит сомнению тот факт, что мы не живем окруженной абсолютной пустотой, но напротив, вокруг нас целый мир или организм, сотворенный по законам логики. В нем происходит пищеварение или обмен веществ, в точности так же, как это имеет место в нашем организме. В нем наблюдаются явления конденсации, испарения, плавления и другие формы преобразования материи. Он подвержен воздействию электрических и магнитных полей. И почему бы всем этим мощным силам, действующим на светилах и в звездных системах Млечного Пути, не быть средством энергетической зарядки в едином большом организме, в точности так же, как это происходит в нашем собственном? Ведь все управляется по законам логики и направлено на достижение некоей изначально запланированной цели. Если мы внимательно посмотрим на наш земной шар и при этом постараемся выбросить из головы тот нелепый предрассудок, будто Земля это не более чем шар минерального происхождения или просто глобус, так сказать, некое место во Вселенной, которое мы населяем, то мы не сможем не заметить, что Земля это тоже живое существо. Она тоже дышит и питается. У нее тоже есть кровообращение и те же самые функциональные органы железы, как и у всех других существ физического мира. Правда, ее жизненные функции по форме весьма сильно отличаются от наших, но в принципе они едины. Рассмотренные в космической перспективе, мы тоже суть микроорганизма в организме живого существа по имени Земля. Между я этого макрокосмического существа и нашим собственным я существует примерно такая же связь, как между нашим я и составляющих наш организм микросуществ. Все наши радостные и горькие переживания и ощущения и даже самый незначительный вздох скорби или печали не проходят незамеченными и не исчезают бесследно во Вселенной. Жизненной потребностью существа земной шар условием его жизни является помогать своим микроорганизмам. Мы все находимся под его контролем, защитой и покровительством, точно так же, как и микросущества нашего организма под нашими контролем, защитой и покровительством. Кто-то может возразить, что существо земной шар не слишком уж доброе проведение по отношению к нам людям, если смотреть на это с точки зрения нашего личного опыта и той общей ситуации в мире, как она складывается в нашем столетии. Да, это так, но давайте спросим, каков при этом сам человек, особенно выступающий в роли проведения? Сам-то он разве лучше? С космической точки зрения вполне можно сказать, что как наше собственное я еще далеко не бог, во всяком случае по отношению к микросуществам в нашем организме. Точно так же и я существо земной шара тоже еще далеко не бог по отношению к нам людям. В целом же существо земной шары мы сами выступаем по отношению к нашим микроорганизмам в образе проведения или бога, хотя при этом мы не являемся самим проведением или самим богом. В чем же тогда разница? Все живые существа в бесконечной вселенной соответственно образуют и составляют друг для друга вселенную материю, представая как круговорот живых существ внутри живых существ. То есть по сути дела они являются друг для друга образом Божиим. Но что же тогда есть бог? Бог это само необозримое беспредельное целое, в котором все эти мириады живых существ, организмов и созданий живут, движутся и существуют. Бог это вся вселенная или космос, выступающие как живое существо. Чему же должны научиться люди, живя в организме живого существа по имени земной шар? тому же, чему многих из нас учили в детстве. Любить Бога превыше всего на свете, а ближнего своего, как самих себя. Для многих людей эта истина просто-напросто длинная и скучная проповедь, которую они выучить выучили, но в жизни ни к чему реальному привязать не могут. Зачем и для чего этот Бог? Где он и кто он такой? Этого они не знают. «Опробовите любви к ближнему?» произносилось так часто, что «Я теперь уже никто больше не слушает». Так же, как сам человек не видит в истинном свете того, на что смотрит каждый Божий день. Уже стало привычным говорить, что нужно быть добрым к другим, и столь же привычно люди этого не делают. А как быть с любовью к самому себе? Но ведь это же плохо, нельзя быть эгоистом, говорит, как провел тот или иной человек, при том, что сам он на деле как раз и является. Человечество стремится получить глобальное объяснение тому, что это значит любить Бога, любить своего ближнего, любить самого себя. Объяснение, которое бы показало, что в действительности это одно и то же, просто взятое в трех различных перспективах. Изучая космологию и стараясь по мере способности исследовать ее учению, земной человек сможет научиться любить Бога, любя своего ближнего, а тем самым он не сможет не любить самого себя. Но кто он наш ближний? Это не только наши соотечественники и собратья по межкосмосу, это также наши органы, клетки, молекулы, атомы и так далее. Все они те самые живые создания, которые живут во вселенной нашего организма, ибо для них наш организм действительно выглядит как вселенная, и для которых мы являемся своего рода провидением или ангелом-хранителем номер один. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Но это же земной шар создало нам наиболее благоприятные и лучшие жизненные условия, то мы сами, чтобы быть в состоянии пожинать добрые плоды, должны сеять их где только можно. И в первую очередь по отношению к нашим собственным микроорганизмам. Именно для них мы можем и должны сеять разумные, добрые, вечные, если сами хотим пожинать в будущем добрую судьбу. Мы можем и должны услышать их молитвы. Мы можем и должны стремиться создать им такие условия, которые не причинят им страдания и несчастья, но наоборот, принесут им радость и счастье. Мы действительно можем добиться этого, если будем работать над собой, создавая в здоровом теле здоровый дух. То, что живые существа в сопререгающих друг одни по отношению к другим вселенной и материю, в действительности лишь означает, что все они суть инструменты и органы, с помощью которых можно постичь Бога. А для самого Бога все эти живые существа во вселенной суть органы, посредством которых сам Бог обретает возможность познавать жизнь. Эти существа также необходимы Богу, как и Бог необходим этим существа. И все вместе они образуют некое вечное живое целое, в котором самый мельчайший атом есть такой же Бог, как и система Млечного Пути. Так слышит ли Бог наши молитвы? Да, слышит. Через существ духовного плана, то есть через органы духовных тел существа Земли, наша молитва доходит до Я этого существа, который является человеческим ангелом-хранителем номер один. И оттуда они передаются дальше, к другим существам или органам чувств единого Бога, которые настроены на тот же волновой диапазон. Но если наши молитвы будут услышаны, тогда значит случится то, чего мы желаем. К счастью для нас самих далеко не всегда именно то, чего мы себе желаем случается. если смотреть на это с дальним прицелом, то случись это в том виде, как мы этого желали, оно, возможно, не принесло бы нам никакой пользы. Поэтому еще Христос учил людей молиться и просить «Отец, не моя на твоя воля да будет». Выходит, люди помощь не получат? Нет, они получат ее всегда, где бы и когда бы они не попросили. И поэтому нет в жизни такой ситуации, где бы человек не мог попросить о помощи, чтобы справиться с состоящими на его пути трудностями. Помощь придет, но возможно не в том виде, в каком ее ждали. Чем больше человек стремится любить ближнего своего в микро-меж и макрокосмосе, тем яснее этот самый человек начнет повсюду ощущать присутствие Бога или проведения. И тем плодотворнее будет его сотрудничество с я земного шара по преобразованию этого земного организма в мир гармонии без войн. А этого невозможно добиться, не перестроив свой собственный организм на благо и счастье тем мир рядом живых существ, для которых он Вселенная. Но на этом еще не конец, вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лить с лить с лить и с лить и с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...